Здарова, народ! С вами Джон, он же пушки рассвета 2021-312. Сегодня в этом ролике мы рассмотрим пушки, которые нам предлагает это мероприятие, посвященное новому году, которое началось вчера. Итак, собственно, начнем после вашего лайка, какого-нибудь комментария, подписки на канал и прожать колокольчик для того, чтобы не пропускать обновления о выходе новых видосов. Погнали! Зефира Так, я уже не сомневаюсь, что многие так делают. Но нас интересуют его перки, в принципе, если вы захотите как-то разнообразить их фарм. То есть, что нам тут нужно? Зазубренная кромка или закаленная кромка, мастерская гарда или импульсная гарда, ну и... Либо перенос энергии, то есть получение урона при блокировании создает энергию классовой способности, либо град ударов. Ну, скорее всего, для чистки трэша, для того, чтобы заниматься всякими мобами, нам понадобится град ударов. Ну, чтобы выполнить легкую атаку мечом, три таких ударов в течение какого-то времени восполняет бы запас меча. А лишний один заряд в обмен на три заряда будет все-таки не лишним. Далее у нас идет, ну опять же, та же самая холодная сталь для заморозки противников, либо клинковый викарь. Это уже для ДПСа. Ну, здесь уже сами решайте, что вам нужно, что вам будет нужнее. В принципе, на этом с этим мечом у нас все. В основном он подходит у нас только для ПВЕ. ПВП вы... не знаю, пригодится ли вам замораживать чью-то ульту, к примеру, но если вы обычного игрока ударите усиленным мечом ударом, то если у вас получится вдруг, то он не заморозится, он просто умрет. Как-то так. Идем дальше. Дальше на бой у нас выходят старички, а именно лавина. Это пулемет 450, который у нас уже на протяжении многих лет в этом ивенте появляется. В ивенте рассвета. Доунинг, да. Он у нас 450 по скорострельности. Статы у него такие средненькие. И, в принципе, если вам нужен хороший пулемет в ПВП, к примеру, то лучше фармить пулемет из склепа гукового камня. Но в качестве альтернативы тоже подойдет. А вот в ПВЕ у него есть парочка прикольных перков. Ну, во-первых, у него не твалы, а прицелы. Соответственно, нам, если вы играете на клаву мыши, нужны будут прицелы на дальность. Для этого нам нужен будет какой-нибудь прицел с большим зумом. К примеру, SRO-41 окуляр, у которого большая кратность. И у которого при этом не режутся никакие параметры. То есть у нас на зум увеличивается рейджа. Ну, а если вы играете на геймпаде, то вам нужно будет побольше удобства и поменьше, так сказать, зума. Просто я заметил, что многие жалуются, если у пушки зум слишком большой. Да, он увеличивает дальность, но при этом вам не особо удобно с этого ствола стрелять. Поэтому тут уже сами выбирайте, кому что удобнее. Далее, если мы выбираем ПВЕ, то нам нужен будет либо расширенный магазиноприемник, либо расширенный магазин, либо облегченный магазин. Но главное, не увеличенный магазин, потому что хоть он и увеличивает количество патронов в обоими, но при этом он, как бы сказать, уменьшает скорость перезарядки, что не есть гуд. В ПВП нам понадобятся крупнокалиберные патроны или рикошетные патроны. Ну, а в третьем столбце ПВЕ нам, естественно, нужно будет кубраться под зарядом или жизнеобеспечение. В ПВП постижение дзен или излишки. Здесь я, в принципе, с Лайджи согласен. Ну, также в ПВЕ он нам может пригодиться изгой. Короче, все перки здесь так или иначе неплохие в этом столбце. Последняя колонка немножко поинтереснее. В ПВЕ нам для пассивного урона, увеличения урона, пригодится слежащее оружие, потому что оно на 10% увеличивает урон по боссам и по мини-боссам. Также стрекоза, чтобы чистить трэш в больших количествах. Ну, или жажда диналина, которая действует как рубака, только если вы кого-то убьете гранатой, вы получите 5 стаков на жажда диналина, а на рубаке, если кого-то убьете милишкой, получите 5 стаков на повышение урона. Но, опять же, так или иначе, все перки в этом столбце классные. Даже первый выстрел ПВП может взролять или палец на спуске. Поэтому для ПВЕ у нас основные перки это перки на урон, рубака и жажда диналина или стрежащее оружие, а для ПВП палец на спуске или первый выстрел. Как-то так. Ну, а мы идем дальше. Дальше у нас идет ледяной натиск. И не спешите кидаться в меня помидорами. Да, я понимаю, что это плазменная винтовка с зарядом 1000, которая сейчас бесполезна примерно везде, но банджи как-то обмолвились в подкасте, рекап которого можно оценить у меня на канале. То, что они собираются, ну, если они увидят, то, что плазменка это не получит, достаточно любви, как они выражаются, они собираются ее бафнуть. Ну, вот этот архетип с выходом Королевы-Ведьмы. Поэтому парочку неплохих роллов иметь все-таки стоит. Ну, пока что сейчас на нее ролить стабилу не обязательно. Банджи это в ТВАБе пояснили еще в одном из. То, что здесь на ней можно напирать больше на дальность. Поэтому мы выбираем чеканные нарезы в первый слот. Во второй слот для ПВЕ либо жидкостные катушки, либо проекционный запал. Для ПВП, в принципе, только проекционный запал. Больше я здесь ничего полезного не вижу. Ну, умножитель частиц нам больше нужно на плазменках 740-х подкастельности или 460-х. Вот. Ну и в ПВЕ также можно выролить себе магазин. Улучшенный аккумулятор. Который без всяких, как бы сказать, штрафов увеличивает вам обойму вашей плазменки. В третий столбец ПВП нам нужен будет обязательно. Либо под давлением, либо стрельба в скольжении. Перки достаточно классные. Ну, или на кудой конец датчик угроз. Хотя тут уже фиг знает. Кому как удобнее. Излишки, в принципе, тоже можно. Но этот перк работает только если у вас хотя бы одна из обилок зарядная. Ну и вообще чисто ситуативная. Если спросить у меня, что касается плазменки. Для ПВЕ нам здесь пригодится больше всего жизнеобеспечение. Ну, либо жизнеобеспечение, либо стрельба в скольжении. Жизнеобеспечение нам пригодится, потому что оно будет очень классно работать в паре с заряженным залпом. Который у нас новый перк появился в этом сезоне. В этом году. Ну, примечательно, да? То, что расцвет у нас за это дополнение, за границвета уже второй раз попадается. Такого не было еще никогда в Тесне. За всю историю семилетнюю. То есть у нас тут есть заряженный залп. Который при полном объеме батареи. Залпе батареи. Следующий залп. Наносит дополнительный урон. Соответственно, враги еще взрываются при этом. После смерти. Так что это для ПВЕ прям must have перк. И в сочетании с жизнеобеспечением, которое перезаряжает ваш магазин, вы можете иметь, по сути, этот перк активным постоянно. Так что это вообще ультра комба для ПВЕ сейчас. Ну, все остальное, что у нас тут есть. Для ПВП, естественно, усиленные резервы. Так как он работает при двух патронах в магазине. И вы, по сути, всегда имеете полученный урон в вашей плазминке. Для ПВЕ также у нас хорошо подойдет диверсант и рубака. Чтобы в большое количество участие трэш. Ну, а диверсант, чтобы у вас была возможность комбинировать это все с гранатами. Тоже лишним не будет. Ну, и как-то, в принципе, на этом, на мой взгляд, все с единым натиском. Идем дальше. Ну, и дальше, я думаю, у нас идет наиболее любопытная для большинства игроков пушка из этого списка. А именно, холодный фронт. Что мы с ней делаем? Во-первых, мы выбиваем на нее чеканые нарезы. Во-вторых, выбиваем для ПВЕ тактический магазин. Для ПВП высокоточные патроны. Для ПВЕ также мы выбиваем на нее жизнеобеспечение. Или излишки. Для ПВП мы выбиваем на нее вечное движение, о котором я сейчас еще немного поговорю в конце. Или под давлением. Также, в принципе, здесь для ПВП более-менее любой перк сойдет, кроме жизнеобеспечения. Все здесь так или иначе роляет. Ну, а в последнем столбце мы для ПВЕ ролим, естественно, либо полосу удач, либо один за всех, либо рубаку. В ПВП полоса удач, молодьба, потому что сейчас у нас молодьба вместо 10 пунктов, я об этом не упомянул в ролике своем отдельном, да, про откат ульты. Вместо 10 пунктов молодьба вам выдает 13. Поэтому, если вы прям очень этот пистолет-пулемет любите, то можете этим перком воспользоваться, чтобы откатывать себе ульту чаще. И убивать при помощи патронов на... При помощи белых патронов противников. Ну и, в принципе, честно говоря, если вы меня спросите про ПВП, то, я думаю, здесь подойдут все перки, кроме гармонии. Потому что, ну, это достаточно ситуативный перк, на мой взгляд. Одного за всех, потому что, ну, это чисто ПВЕ-шный перк. Ну, по трем целям попасть и добить четвертую. И уже получить баф, да, на урон. Ну и в окружении. Я сомневаюсь, что, будучи окруженным тремя врагами на дистанции максимально эффективной, о которой мы чуть дальше поговорим, этой пипеге, вы сможете выжать. Поэтому, да, это скорее ПВЕ-шный перк. Так что, ну, мой вердикт. Для ПВП и для ПВЕ оптимальным будет либо полоса удач, либо рубака. А для... чисто для ПВЕ нам понадобится один за всех. Ну, короче, все, кроме гармонии. Здесь, в принципе, для ПВЕ подойдет. Ну, кроме гармонии молодьбы. Как-то так. Ладно, сейчас уже рассмотрим статы этой пушки через Гансмита. Это у нас 750-й пистолет-пулемет, поэтому чудес от него ждать не стоит. Это не 900-я ПП-шка, у которой рейнджа 25 метров с железного знамени. Это не 600-я ПП-шка с испытания осилицы, у которой рейнджа вообще 29 метров можно максимально выбить. Но, так или иначе, я думаю, она достаточно много узов доставит тем, кто захочет с ней побегать. Да, у нее все-таки 17. Вот если вообще все выставить на рейнджу, ну, у нее получится 17 метров. Ну, ладно, если выставить фуллбор, то получится 18,5. Но это с пенальти на стабилу. Соответственно, что мы на ней пробуем взять для ПВП того же самого? Абсолютно дальность, высокоточные патроны и вечное движение. Мой сейчас любимый перк из новых в этом дополнении. А также полоса удач. У нас таким вот образом получится рейнджа 18,5 метров. Ну, достаточно ситуативная тема, но если кому-то понравится этот пистолет-пулемет, можно с ней побегать. ПВЕ, в принципе, без разницы. Что-то у нас будет по рейнджам. Мобы, и так, если вы берете для чистки трэша, достаточно прикольно она их будет плавить. С перками жизнеобеспечения и полоса удач, теми же самыми. Ну и в конце, по поводу перка вечное движение. Братюня Трувангард, западный канонмейкер, записал ролик, где он рассказывал про Эйс Луну с этим перком. Я здесь, в принципе, с ним согласен. Перк достаточно крутой. Даже более предпочтительный для меня, чем дальномер. Поэтому я более подробно хочу про этот перк рассказать. Но здесь вот у нас приведена из его ролика вот такая картинка. Сколько дает нам это вечное движение бафов. То есть при одном стаке мы получаем плюс 5 к стабиле, плюс 10 к удобству и плюс 20 к скорости к перезарядке. На двух стаках мы получаем плюс 10 к стабильности, плюс 20 к удобству и плюс 20 к перезарядке. Вот это достаточно большой буст, учитывая то, что этот перк нам практически бесплатно достается. Так как мы двигаемся в пвп постоянно. Достаточно просто вправо-влево передвигаться, чтобы этот перк не переставал работать. И, внимание, если вы не перестаете двигаться, он у вас не пропадает. Его действия, если вы меняете пушку. Что делает этот перк прям очень крутым. Ну, конечно, да, дальномеру нам прибавляет ранжу. Но, как я говорил ранее в ролике, многим не нравится то, что он также увеличивает зум. А из-за этого стрелять с пушки и класть хеды не особенно удобно становится. На 140-ом револьвере делать кучу хедшотов достаточно критичная тема. Так как убить кого-то с трех выстрелов можно на нем только с трех... Можно только в голову. Ну, если у вас будет килл-клип, да, если вы кого-то убьете, то потом вы сможете кого-то убить двумя выстрелами в голову и один выстрел в тело, да. Но это все-таки, на мой взгляд, достаточно ситуативная тема. Травангард со мной в этом... В своем ролике на эту тему не согласен. Потому что он думает, да, то, что возможность потемшотить и убить противника более щадящим методом... Два в голову, один в тело. Это все-таки роляет. Но, так или иначе, каждый пускай остается при сравнении. Я думаю, все-таки последний столбец лучше вырвать. Либо движущаяся цель, чтобы вправо-влево стрейкаться быстрее, да. Можно было. Либо, как его называют, быстрый прицел, чтобы быстрее входить в прицел, собственно. И быстрее начинать ганфайт со своим противником, войти в прицел раньше, чем он это сделает. Но, так или иначе, все-таки практика решает. Когда я идеальный для себя ролл достану, то побегаю с ним и приму... То есть я попробую, если мне выпадет, с киллклипом побегать и с вещным движением. И также и с этим, как его называют... С вещным движением и с движущей целью. Побегаю, посмотрю и уже буду решать, стоит оно того или нет. Напоминаю, да, то, что револьвер вот этой слуны падает нам с последней стадии данжа тиски алчности. И сейчас пока что до четвергательства слэш среды фарм этого данжа недоступен. То есть можно только по одному разу закрыть нормал и мастер, и с этих заходов получить атак с эляви, что называется. Ладно, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих роликах. Пока-пока.